и Денис Казанский Ну что, Денис Олегович, на поле бескомпромиссный, смелый, безжалостный, а в жизни добрый, весельчак и балагур. Вот так, да? Просто Вася. Пойдет. Давай, я покраснел красиво давай. Представил красиво, пойдет. Мы о твоих красных щеках еще поговорим. Отлично. Просто если плохо представил, я бы сейчас встал и пошел. Почему ты не главный тренер ЦСКА? Да. Более подходящей кандидатуры, ну не знаю, на наш взгляд, вообще непонимаема. Ну, это конкуренция, так же, как и, наверное, у футболистов на поле, так и у тренеров. Поэтому, ну вот так вот. Так получилось. Было принято решение руководством определенное, которые как бы к этому привели. Ну, ты честно говоришь, как чистый дипломат. Как газета. А что я тебе могу сказать? Правду, что я тебе могу сказать. Ну, слушай, ну мы все были уверены, что... Меня очень много критикуют, потому что я постоянно повторяюсь. Гость особенный, чай особенный. Особенный, особенный. Я плохо сплю по ночам. Почему? Ну, потому что хочется же всем угодить, соответственно. Это невозможно. Соответственно, сегодня у нас мощный, сильный, настоящий. Как Вася. Ну, что ты опять творишь? Это у нас сегодня красный чай, золотые иглы. Дзянь дзюнь мэй. Как запомнил он. Сто процентов, да? А можешь еще раз повторить? Да. Потом мне в комментариях и в этих всех пролетает так, что я неправильно... Ну, или несу пургу бывает. Ну, бывает. Это не так страшно. Мне тоже пролетает. Не, это правда такой чай. Пойдет. То есть, не всегда я корректен. В общем, сейчас глотнем чайку и сразу стану моментально главным тренером ЦСКА. Но, мэйби. Подожди, ну, действительно, для тебя это... Ты ждал назначения, ты не ждал назначения. Ты что-то делал для этого? Ну, во-первых, за все время, которое я находился в ЦСКА, мне никто этого, во-первых, не предлагал. То есть, там, разговоры какие-то, еще что-то. То, что писали в прессе, это полная ерунда. Да, и понимание, там, для себя, да, там, готов я или не готов, да, то есть, оно такое тоже сложное, да, хватит ли опыта, да, то есть, потому что все-таки для меня команда ЦСКА, да, то есть, это родной дом, в котором я провел там большое количество времени. А когда, как там, бывают такие ситуации, что, да, там, нехватка опыта, еще что-то, да, ну, и как бы взяли тренера, вот, которого тоже опыта нет. Ты обалдел? Ну, я, конечно, прибалдел чуть-чуть, да, понял для себя, что, наверное, надо, чтобы набраться опыта, да, то есть, надо куда-то идти, да, то есть, поэтому и было принято такое решение двигаться куда-нибудь, чтобы еще... Ну, в глубине души ты рассчитывал? Наверняка же тебе приходили мысли, а вот если меня... Слушай, я об этом не думал, да, но в контексте того, как случилось, да, то есть, ты, конечно, задумаешься о том, что, а почему тогда, к примеру, не Игнашевич, почему тогда не Березуцкий, почему не второй Березуцкий, да, то есть, почему мы должны ехать куда-то, звать какого-то тренера, да, у которого тоже нет абсолютно никакого опыта, да, то есть, руководство главной командой и ставить его главным тренером. То есть, ты не видел логики в этом, да? Ну, я просто это не понимал, ну, очень достаточно легко, да, то есть, я надеялся в своей голове, что к нам едет второй Гвардиола, Клоп, еще кто-то, да, то есть, ну, а когда понял, что, наверное, все-таки это не так, да, то есть, ну, я спокойненько понял, что для меня и лично, для моего какого-то развития, для моего какого-то движения надо двигаться как-то в каком-то другом направлении. Плюс еще, если мы будем говорить, да, то есть, от любой тренерской работы, да, то есть, это все постоянное движение, да, куда-либо, да, то есть, ты, наверное, мало таких тренеров, которые остаются вот по 15 лет, там, или по 20 тренировать одну и ту же команду. Поэтому я принял для себя решение чуть попутешествовать. Ну, вот смотри, ты сказал про отсутствие опыта, у тебя же был отличный опыт с Валентом Викторовичем в Голландии и вполне готовый тренер. Ну, слушай, в чем мне это обсуждать, да, есть руководство, есть, как бы, люди, которые работают в клубе, да, это их личное дело, это их вопросы. Поэтому, ну, как бы, что я с этим могу сделать? Я могу только принять для себя решение то, что для меня лучше и сделать по-своему. А ты, вот, смотри, в ЦСКА всегда была такая закрытая история. Мы ничего не знали, мы знали, что есть Евгений Владимирович. Ну, сейчас вон очень много сплетен и все остальное. Вот. Что случилось? Потому что, во-первых, вот, ну, для нас первый камень был, когда Овчинников и Аноп Кошли. И Виктор Ставич сюда пришел, он сказал, что нам уже не дали тогда на полгода контракт, я почувствовал, что что-то произойдет. Потом он ушел на больничный, и это произошло. Что происходит? Дэн, извините, я перебью, да, но контракты были у всех на полгода. Да, то есть у всех на полгода. Я тебе могу сказать только исключительно за себя о том, что мои ощущения после, опять же, они только мои, да, то есть после возвращения в ЦСКА это такие какие-то эмоции, что что-то не так. Да, то есть не то, что не так, да, но не так, как по-прежнему, да, когда это перестало быть каким-то домом, да, когда это были люди, которые там двигались все время в одном направлении, никто там не перетягивал одеяло на себя, да, то есть все работали в взаимосвязи какой-то, да, то есть это было настолько спокойно, настолько культурно, что реально прямо это второй дом, куда ты приходишь и реально наслаждаешься и рабочим процессом и отдыхом после рабочего процесса. Сейчас, наверное, это немножко по-другому. Возможно, это диктует вообще современность и никто не знает, да, будет хорошо от этого или плохо. Посмотрим. Ну, пока плохо, потому что первая за 20-летнюю европу. Пока совсем, да, плохо. То есть такого результата не было вообще. Угу. Ну, что теперь делать? Я надеюсь, что на следующий год будет гораздо лучше. Там мы посмотрим. Ну смотри, ты принимаешь решение дальше работать тренером, помогать Виктору Михайловичу или у тебя был Леонид Викторович там на контакте или как это все происходило? Ну, по сути, у меня были какие-то предложения, да, я не буду о них говорить, с первой лиги, которая мне не особо сильно… Главная, наверное. Да. И было предложение от Леонида Викторовича и от Виктора Михайловича, да. И, в принципе, я между ними выбирал там, ну, где-то около двух недель, я думал, наверное, по этому поводу. Почему Словский проиграл? Ну, потому что там, в принципе, готовая команда уже со своими тренерскими клише, со своим составом, со своими уставами. И я там, в принципе, всех хорошо знаю и не хотелось идти, да, то есть вплоть до Бутовского, Яровинского, да, там и всех остальных. То есть, твоя бригада? Ну, конечно, но это же опять такая работа, которая, вот ты опять пришел, да, вот все хорошо, ты знаешь, все работает, команда неплохо играет, и футболисты те же, да, требования есть, да, то есть определенные принципы тоже поставлены у команды. И хотелось что-то нового, да, начать с чего-то, да, с какого-то чистого листа, когда набрал командочку, да, там посмотрел, какие футболисты подходят, какие нет, да, что-то изменил, опять же, новый коллектив, вливание в этот коллектив. Это же все достаточно интересные вещи, и мне это невероятно нравится, да, то есть потому что в Краснодаре все потрясающие ребята, которые реально тоже нацелены вот всей одной идеей и двигаются очень интересно. Ну, Краснодар с чистого листа, наверное, с натяжкой можно назвать. Все-таки уже состоявшийся коллектив, команд, идеология. Ну, хорошо, молодой клуб. После, наверное, не очень удачного сезона, да, то есть когда, наверное, все понимают, что будут какие-то перестроения, будет что-то новое, да, то есть какая-то новая игра. Поэтому, ну, как неудачный сезон тоже с натяжкой, да, попали в Лиге чемпионов, да, но очень неудачно выступили в чемпионате. Поэтому вот так интересно начинать, да, интересно попробовать сделать эту команду чемпионом. Плюс еще Виктор Михайлович, да, то есть тренер, у которого мне лично есть что подчеркнуть, да, чему у него научиться. Поэтому все-таки там полгода, там, 7 месяцев, сколько мы работали, это не хватило. Все-таки играть — это одно, тренировать уже — это уже другое. Вот понимаешь, какой статус? Мы сидим с Денисом Олеговичем, просто друг друга взахлеб, перебиваем, чтобы у тебя что-то спросить. Это мы еще, давай, давай, давай. А я говорю, говорю, а может вы тоже что-нибудь расскажете? Ты пей, пей, пей. Не, ну вот тот пресловутый штамп, какой солдат не хочет стать генералом, и вот о новом вызове, почему бы не там окунуться в наши перипетии, там, первой лиги, самому все это прочувствовать? Окунуть, конечно. А, то есть? Конечно. То есть, 100 процентов, наверное, придется окунаться туда, но не сейчас. История Вадима Валентиновича Евсеева, Дмитрия Парфенова, да? Киржакова. Которые со второй с самых низов пошли. Это тоже может быть сколько угодно истории. Такие, такие, да? То есть, я ни в коем случае говорю, что я не пойду тренировать в первую, либо во вторую. Скорее всего, пойду. Но сейчас я хочу посмотреть на высоком уровне, как это все работает изнутри. А понять для себя, да? То есть, определенные какие-то тренерские концепции, что работает, что не работает. И на это тоже нужно время. Гончаренко, по-твоему, расстался с ЦСКА нормально? Или он такой со злобой ушел? Да все расстаются с ЦСКА более-менее нормально. То есть, ни у кого злобы, в принципе, никакой. Я хорошо расстался. Вполне в себе нормально, адекватно. То есть, если есть желание у человека уйти, он берет, собирает вещи. Спокойно пошел. Он два раза уходил. Это только мы знаем, что два раза уходил. Тоже бывает. Это вы еще не слышали, например, сколько раз тренеры уходили до этого. Понимаете? Но это не означает, что они оставались работать. Просто это ребята, молодые, кто сейчас дает интервью и рассказывает, ой, мы такого никогда не видели. А я видел такое количество раз, когда тренеры после игры увольнялись и уходили в отставку. Нормально все. А кто искал? Сначала ушел в отставку, а на следующий день вернулся на тренировку. Нормальный рабочий процесс. Опять же, мы рассуждали, что Гиннар такого бы никогда не допустил. Он бы не вернул Гончаренко из-за его ладжи в Минск. Тут вопрос, это прошло бы в тишине или не в тишине. Вы говорите, Евгений Ильонович вернул бы или не вернул. Тут вопрос только вот в этом. Вылилось либо это в прессу, либо нет. Поэтому здесь вылилось. Сейчас невозможно не вылиться. Конечно. Сейчас уже другое время. Сейчас выливается все и все обо всем знают. Я думаю, ты тоже такое видел. Я пытаюсь вспомнить, отмотать. Ты просто находился не в том месте в раздевалке, не в нужном месте. Я в углочной сине. А где нужно место в раздевалке? По правую люку и по левую. Ну, понимаешь, Димка еще перемещался везде по разным командам. Очень много. А когда находишься в одной команде очень долго, ты практически все знаешь. То есть то, что происходит. Поэтому тебе, даже если ты это не слышал, тебе через некоторое время все равно расскажут. Потому что тебе доверяют. И все понимают, что никто об этом там говорить не будет. Подожди. Уходил Газаев. Это все помнят. Он сказал, я уйду. И потом вы стали потрясающе играть. Потрясающе играть после этого. Невероятно. Да, да, да. Я думаю, что ТДСК рассчитывал примерно на такой же вариант. Я ухожу. Но хотя это для немцев нормально, что они объявляют, что уходят, находят другой клуб. И вроде как они стартовали спартаковцы бодро после зимы. Вот смотри, первый случай мы уже нашли. Да. Это понятно. А кто еще? Это сослагательное. То есть мы же не знаем. Надо будет спрашивать, кто был в команде. Это очень всегда такие процессы. Возможно, они эмоциональные. Возможно, они какие-то. То есть вот это я сделаю сейчас. Через два денька отошел. Все. Немножко эмоции спали. Дальше продолжаем работать. Давай про наших легенд. Да. Это проект от платежной системы МИР. Наших друзей. Мы уже говорили. Надо было собрать лучшую сборную в истории. Да. Все это время вы собирали, делали сборную из игроков советского и российского футбола. И сейчас мы готовы подвести итоги. Сборная легенд. Самое-самое. Давайте посмотрим, обсудим. Ну смотри, тут давай прям по линиям идем. Я тоже принимал участие в выборе. И ты? Лев Яшин и Игорь Кинфеев на место воротах претендовали. Я тебе сейчас скажу, я выбрал Игоря. Как современника? Ну, как современника, как образец всего на свете, профессионализма. Ну и действительно, это то, что можно было попробовать, почувствовать, что один новый Лев Иванович, конечно, это величайший. Тут был тяжелый выбор. Вердавльича, давай смотреть. В Жирков и Фернандес попали. Я смотрю, в сборную экспертов очень много молодежи. Наверное, они выбрали Фернандеса, да? Да. Я бы, честно говоря, поспорил бы. По крайней мере, для меня не все так однозначно. И точно это не Фернандес. А как тебе пара центральных защитников? Вот Виктор Савельевич я тоже выбрал, кстати. Альберт Шерстернев здесь. Ну, мне кажется, все очень четко и правильно. Тут много, конечно, персонажа было на эти две строки. Ну, слушай, вот так. Дальше. Полузащита. Еще сложнее. Федор Черенков. Ну, это гений. Ну, чего? Интересно, почему у нас слева? Ну, просто четверку собрали. 4-4-2, Воронин, Нета и Валерий Карпин. А если схему поменять? Возможно было? Нет. Собирали как раз по 4-4-2. А, да. Дубль В? Maybe. Ну, ты видишь, да? Ну, и что скажешь? Ну, интересно, интересно, интересно. Я бы, наверное, в центр полузащиты все-таки поставил Александр Владимирович. Так. Царя. Да. Нашел бы ему место. А я помню, что тоже выбирал Царя. Точно было. И Цимбаларя еще выбрал эту сборную. Ну, его видишь. Общий глаз сказал, что Нета и Воронин. Ну, это интересно. 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 И Атака. Вот здесь, по-моему... А, нет, здесь я Блохина выбрал, а не Андрей Сергеевич. Но Стрельцова точно. Но у меня с Стрельцовым особое отношение, ты знаешь. А ты сам что скажешь? Оршавин Стрельцов. Мне кажется, Блохин должен там быть. Ну, видишь, ограниченное число. Ну, а 12-е можно? Ну, а ты ж первого на замене? Пахина? Нет, вместе. Ну, вот такая сборная. Ну, интересно. Интересно, потому что видно, что яркая плеяда и советского футбола, и российского. Все вместе на одном макете. Ну, и самое главное, действительно, современников тут посмотри. Оршавин, Фернандес, Жирков. Это же здорово. Это говорит о том, что футбол живет. Да. И все помнят историю. Да. Ну, многие. Все, не все, не знаю. Но, действительно, то, что здесь Стрельцов, Воронин, это Шестернев. Это очень круто. Это здорово. Можно смело сказать, что этот проект в полном порядке. Абсолютно. И вот, опять же, то, на что ты обратил внимание. Есть ребята, которые прямо сейчас еще играют в футбол. И есть легенды-легенды. И чтобы увидеть, как Воронин, Нета, Стрельцов играют в футбол. Сейчас, слава богу, есть возможность это увидеть в интернете. Это ведь возможность познакомиться с легендами. Вот что важно. И особенно круто, что можно сравнить их с современными игроками. Да. И проект развивается. Продолжается. И вы сами можете попробовать составить свои сборные. И почувствовать, как всем было тяжело. Потому что в одну команду уместить Стрельцова, Аршавина, Блохина, Кижакова. Ну, вот как здесь выбрать? Поэтому подписывайтесь на инстаграм мира, официального спонсора сборной России. Голосуйте, выбирайте. И это безумно интересно. Там вся новая информация о проектах, о конкурсах. В общем, много чего интересного. Мы ссылку оставим, как обычно, в описании. Ну, а дальше вернемся. К Василию. Конечно. Березуцком. Ну, давай тогда откатываться совсем назад. И вспомним Анатолия Байдачного. Я прям не очень много с ним контактировал. Да. Да. Но брат, когда играл в «Черноморцы», конечно, контактировал. Вот этот редкий момент, когда вы были не вдвоем. Да. И почему ты не поехал? История о том, почему ты не поехал, тоже такая, за семью печатями. И кто-то рассказывает самые невероятные вещи, там, про любовь, про девушку, что тебя не отпустили. Хотя ты должен был. А, нет. Слушай, вообще абсолютно такая достаточно обыденная история. Нас посмотрел Байдачный. Мы в Латкаре наиграли двустороннюю игру. После двусторонней игры он решил взять двух молодых ребят к себе. Пришел агент Кисаулин, если ты такого помнишь. И предложил достаточно приличные деньги по тем временам. И перейти в Черноморец. Леха собрался, и я как бы решил остаться. Но выбил себе немножко большую зарплату в Торпедзил, чем, в принципе… Когда пошел интерес. Чем могла бы быть. Тебе не хотелось ехать? Почему? Да просто не хотелось. Мне хотелось просто остаться в Торпедзил. И все. То есть мы играли в премьер-лиге. То есть какая разница, какая команда. Не такая большая разница. И по тому чемпионату, насколько я помню, не ошибаюсь, Черноморец вылетел, мы остались. Но не уверен. Могу врать. Вот это я могу врать. Потому что помню, что мы остались точно. А у тебя, у Леши был выбор? Футбол или какой-то другой спорт? Да. Ну, в детстве мы очень неплохо играли в баскетбол. Но это как предложение, смотришь, выбор. То есть это выбор не стать профессиональным баскетболистом. А по-моему, в восьмом или девятом классе мы играли чемпионат Москвы по баскетболу. Мы были физически такие достаточно одаренные ребята, высокие. И к нам подошел тренер и предложил, вы не хотите попробовать в ЦСКА баскетбол? На что мы, в принципе, подумали. Нам потому что баскетбол очень нравился. Но как бы дали пас. Все-таки это профессиональный спорт. А это просто просмотры и трали-вали, тили-тили. Но я все равно обожаю баскетбол до сих пор. Если вот спорить с вами, что лучше баскетбол или хоккей, баскетбол. Вообще просто лучшая игра с мячом руками, правда. Да, потому что ногами все-таки это футбол. Ну вот пойдешь в фигурное катание и поймешь, что лучше игра в коньках. Ну тогда мне нужно только, чтобы машина скорой помощи каждый раз приезжала. Нет, там будет завивочная машина. Ну ты же понимаешь, что меня просто попросят. Я когда вижу, что тут прыгает тройной тулуп, я же тоже попробую. Сломаю себе что-нибудь и поеду сразу. Где ты сломал нос? Первый раз это было на футбольном поле. Торпедозил факел. Прям такой, блин, чувак выпрыгнул. Такой мне бок локтем. Раз в носик такой ушел. Я такой, блин, вышел туда. Мне что-то там бам-бам сделали. Я возвращаюсь назад. Такой он говорю. Слушай, чувак. Я тебя прошу, пожалуй, больше не надо. Второй прям эпизод выпрыгиваю. Опять с ним на локтем. Нету, да я. Блин. Что ж такое. Ну и все. А потом поехал. Он стал как бы сам по себе такой слабый кволой. И ломался на раз-два. Пять-шесть раз я. Перелом в пять-шесть перелом в нос. Ну блин, это уже не переломы. Это просто ну как бы тебе опять бам. Когда я приехал в Германию делать операцию, чтобы пробить ноздри, мне в принципе врач сразу сказал. Он говорит, я тебе пробью, ты будешь дышать, все будет потрясающе. На место я тебя поставить не могу, у тебя там вот это все раскрашено. То есть если я тебя подвину, у тебя нос упадет. Пластик? Ну только пластик. Нет, пластику можно делать. Я вспоминаю, мы играли когда с ССК и там было жутчайшее столкновение. Вася столкнулся с Мариным Хадомом, он у нас играл, с защитником. О, блин, такой эпизод. Прям вообще. Сотряс, сто процентов у меня сотряс. У него я на следующий день был. У него в больницу заезжал, он все еще так тяжело не понимал, где он находится. Там да, перелом лицевой кости, то есть там ну дико. О, Вася Сталыч, у него там что-то разбровь потерт. Пошел, блин. Да я вообще не понимал, что происходит тогда. Это же постоянно, большие любители врачи, когда ты попадаешь в какой-то столкновение. Ну сейчас уже новое правило, да. То есть мы понимаем, что если это удар головой, то есть очень часто тебя, ну как бы, тренер обязан заменить. И не важно, что тебе скажет футболист, потому что ты, ну просто периодически как в нокауте, ты не понимаешь. И вот эти вопросы, сколько цифр там, вот это все ерунда, да. Сколько цифр, ну сколько. Это гораздо проще угадать, чем понимать, что происходит. Да, это то же самое, что с Дивеевым. Нормально? Нормально, нормально, я пойду, пойду, пойду. Ну выходишь на поле, я такой, и вообще не понимаешь, что здесь происходит вообще. Поэтому сейчас все-таки правильное решение по заменам. Ты его, кстати, хвалил очень часто. Это действительно так, когда он даже ошибался и... Кто? Дивеев. У Дивеева невероятно очень хорошие данные. Абсолютно, да. То есть если мы берем защитника, у которого есть все, да, то есть и физические кондиции, игра головой, да, там первый пас, молодой опять же, да. То есть возможно надо чуть-чуть подхудеть, но это уже такой вопрос, да. Третий. Но по качествам он может вырасти в игрока реально мирового. Мирового? Да. Ну это лично мое мнение, но тут вопрос всегда, да, то есть о футбольном интеллекте, в понимании того, как он будет воспроизводить, да, то есть те тактические задания, которых его просят, на футбольном поле. То есть понимаешь, что после вашего поколения, после нашего поколения у нас защитников нет вообще. И это за это самое страшное. Да так всегда говорили. Подожди. Так всегда говорили, да, когда был Виктор Савельевич, когда был Горлухович, да, говорили о том, что сейчас там никого не будет. Сейчас кто-нибудь вырастет. Ну я надеюсь, по крайней мере, на это. Есть Дивеев, есть Евгеньев, да, то есть, ну блин, ну нам будут забивать. Просто мы очень пристально относимся к центральным защитникам. И когда забивают гол, ну кто-то должен был быть виноват, скажите мне. Ну кто нападающий? Нет, ну одно дело, когда тебя обыгрывают, а другое дело, когда ты привозишь. Да? Кайо и Виктор Васин, кто из этих футболистов попал бы в твою символическую сборную? По привозам или все-таки действительно по игре? То, что я работал с одним и с другим, это вообще один и другой, к сожалению, фольклер. Витя Васин очень хороший футболист, по моему мнению. И когда мы заканчивали, он точно был по уровню вот прям за нами, да. То есть, если сравнивать его со всеми остальными защитниками Премьеры Лиги. Единственная проблема – это травмы, да, после которых действительно он очень тяжело восстанавливался. Действительно очень большие проблемы. Ну, сейчас все-таки от травм он более-менее, да, там вот в второй части как-то выправляется. Мы тоже должны говорить, что любая тяжелая травма – это же не вот человек там через 6 месяцев, он вышел и все, может играть. Чтобы ему набрать определенную форму и достигнуть определенного уровня, который был, по данным там Колорадского института, да, там это все равно нужно месяц, год, полтора. Да, и там все вернется хотя бы на 80-90 процентов у прежних физических кондиций. До 100 не вернется никогда. Вась, ну ты очень корректен. Знаешь, сразу видно, что у тебя тренерская история… Над кого-то обосрать? Даже про Каю еще ничего не говорит. Да, поменяла очень сильно. Он раньше был другой. Раньше это был… Что думал, то и говорил. Причем… Ну, про Каю тоже… Ну, что мы видим, у Васина Каю всегда это прям фактор риска. Каю вообще абсолютно другой игрок по сравнению с Васиным. У Каю сумасшедшие данные невероятные физические. Во-первых, он не центральный защитник, как амплуа его. Поэтому давайте посмотрим, что будет через некоторое время с ним. Да, то есть опять же вернемся к тому же, да, так же как и к Дивею. Он достаточно молодой парень. И как он будет воспринимать все требования. Ты будешь Каю показывать свои хайлайты, как играть центральным защитникам? Например, какие? Не, ну как какие? Смотри, я вам покажу и скажу, вот так никогда не делай. Не, он говорит, вот так я делаю всегда. Так, так, так. Он говорит, да я же и так так делаю, тренер. Ну что ты? Расскажи, ты стал защитником как? Как это произошло? Играл в атаке? Я играл в атаке. Потом потихонечку поехал вниз. А что случилось? Как началось это путешествие? До плеймейкера. Ну, не знаю, каких-то качеств не хватало, да. То есть не умел забивать, например. Хотя у меня были феерические данные по юношескому футболу. Я даже 24 шли забил за сезон. Сумасшедший форвард. Потом я съехал до плеймейкера. У меня же плеймейкер. Сумасшедший пас, пас, открылся. Потом я поехал вправо. Вправо с полузащити начал играть. Вот, кстати, неплохо играл. Инсайд? Нет, прям вправо полузащитник. Тогда инсайдов не было. Ты что, в те времена какие инсайды? Ложный фуллбэк. Да. Бегал много. Туда-обратно, туда-обратно. Потом играл опорником. То есть Ю-16. Мы ездили на чемпионат Европы. Играл опорником. Ну а потом уже Борис Петрович, когда пришел в торпед ЗИЛ, докатился до защитника. То есть он посмотрел так, и нам нужно... Да. Ну как-то вот... Как он обосновал? Ну на тот момент, понимаешь, если еще ждать дольше, к примеру, три-четыре года, может я и смог бы играть опорником, к примеру. Типа а-ля Понтуса или еще что-то в этом роде. Но на данный момент те качества, чтобы без вот этого роста трехгодичного в защитку и вперед поехали. То есть и в детской школе тоже было нападающий и потом пошло? В детской школе вообще не играл защитник. Ну то есть нападающий в полузащите, плеймейкер такой а-ля Тито. Я думаю, у Валера Георгиевича как-то такого слова невозможно было произнести. Я сразу понимал на будущее, что у Валера Георгиевича такого амплуа нет. И игрока такой фамилии он не знает. Поэтому решил сразу в оборону и все. Вот твой первый день в раздевалке Торпедо. Основной команды. Что это за день был? Страшно было. Просто страшно. Потому что на тот момент, ну не страшно, достаточно боязно. Потому что когда ты приходишь туда, а у нас в Торпедо Зил в первой лиге Борис Петрович Игнатьев был тренером, была очень большая разница в возрасте. То есть я Леша и там кому за 30. Там был Горлукович, Смирнов, Война, Сергеев, Подпалый, Помазун. Боже мой. Помазун был. Старший Помазун. Представляете, вот такие ощущения. Вот у кого мы будем спрашивать про дедовщину. Вот она должна быть в полной мере. Но попозже чуть-чуть. Ну то есть это было прям такое… Шансов уже не давали. Да. То есть не понимание того вообще, что происходит. То есть не было вообще никакой прослойки из средних футболистов. Единственное, что нас вчера спасало, это мы достаточно большие крепкие ребята и нас двое. Поэтому не подходи. Возможно ударят током. Как-то так. Ну и вот Горлукович. Что за человек тогда? Ну там не важно. Большие, маленькие, двое, двое. Да, да. Потрясающий человек. Никогда. Ну то есть я никогда, да много слышал всегда, много баек о том, что он невероятный жестюк. Невероятный какой-то прям там дед. К нам относился всегда нормально. То есть я уже не помню кто из нас был кто. Одного он называл Диди, другого Дада. Два бразильца. Играют. В общем это были такие потрясающие времена. Что нам с Лехой было? Опять бразильцам. Подожди, а почему Диди Дада? Ну нравился ему так. Что я могу сделать? Нет, просто есть Диди в Бразилии. А как второго называть похожего? Диди Дада. Все нормально. Ну то есть я конечно мог подойти и сказать мне Диди не нравится. Хочу быть да да. Но как бы выбора у меня там особо не было. Серега никогда не пихал. Да то есть нам потому что. Вообще? Вообще. Ну так иногда когда в баню идешь конечно посмотришь там Сереги нет. Все окей. Ну в принципе там и остальные футболисты не заходили. Поэтому нам то вообще когда в баню заходят бам поддал. Ну либо сразу все выскочили. Либо такой посмотришь. Да ну нафиг. Обратно закрыл. А ты же там почему? Ну опять поддавал. Ну он мог очень жестко пройтись по кому-нибудь. Прям так. Ну ты видел? Ну конечно видел. Когда я не знаю там кто-нибудь оставит вещи какие-то или там грязь какую-то. Он мог просто взять напихать кому угодно. Вообще главному тренеру напихать помимо этого. В этом плане уникальный. Но нам с Лехой никогда не пихал. По причине того что мы могли потерять мяч. Но очень ответственно относились к тому что теряли и сразу бежали. Вступали в отбор. То есть мы не останавливались. Поэтому вот Пихача в игре от него ну как бы никогда не было. А как он мог тренера напихать главному? Ну мог поприкалываться. Мог там закрыться. Там он мог прийти и сказать ребята отбой. Да там он. Дверь закройте. Раз. Дверь закрылась. Идет дальше смотрит. Они там стучатся к нему еще что-то делают. Оп. Дверка закрыта. Я футбол смотрю. Так что это ну не прям тогда то есть не в злостной форме. Но такое взаимоотношение там Горлакович с главным тренером было потрясающе. Мы как-то играли на сборах. Я справа лег слева в защите и Горлакович по центру. Он просто выходит и говорит. Так ребят. Я короче здесь стою. Тебе говорю что делать. И тебе говорю что делать. Если мяч до меня отлетит. Вам все. Ну все. Мяч до него не налешал. Причем подсказ ну просто сумасшедший. Так. Ты не там стоишь. Ты вот здесь встань. Здесь получше будет. Вот. Ты просто стоишь. Мяч пролетает. Сумасшедший. Хорошо. Как ты в ЦСКА перешел? Так. Леха перешел на полгода раньше. Я узнал что контракт с ним подписан. У торпедзил на тот момент был не очень хорошее финансовое положение. Да. То есть. И мы уже понимали летом по моему. То есть. Тогда чемпионат шел один год. Мы понимали что мы перейдем в ЦСКА. Потому что под нас давали деньги. Да. То есть мы должны были перейти по концу сезона зимой в ЦСКА. Я. Пиюк. И Трепутинь. Втроем одно время. А Палыч там не мелькал? Нигде? Мелькал. Ну расскажи про эту историю. Как вы чуть не попали в локомотив? Да я так мог попасть во многие команды. Я так мог попасть динамо Киев. Про многим и не говори. Но приезжал на машине с тобой эти все самые. Солома рассказывал. Когда? На БМВ. Либо просто разговаривал. Ну интересно. Мне звонит Юрий Палыч. И говорит. Не хотел бы со мной покушать. Это Юрий Палыч. Да. Ну тогда не было мысли, что это пранкеры. Понимаешь? Это сейчас ты можешь задуматься. Блин. Ну вот, блин, Юрий Палыч звонит. Ты немножко как обычно труханул. Такой. А там телефоны были уже, да? Это что за? Были. Были мобильные. Были. Точно не домашние. Звонит и приглашает меня в Альдорадо попить чай. Альдорадо это что? Слушай, было где-то в районе. Так? Нет. Это вот какое-то кафе на углу стояло. Где у нас Красная площадь. И туда где-то ближе. Самому сложно сказать. Да. Меня отвез папа на москвиче. Молодой парень. А в кафе-то никогда не был. Пришел, сел. Он говорит. Психо побежишь. Ну покушаешь. Я такой Юрий Палыч. Нет. А отказывать неудобно. То есть я уже тогда уже принял для себя решение, что я никуда не пойду. Да. Не поеду ни в Черноморец. Там. Ни еще куда-то. И. Единственное, что конечно его. Меня спасло. Да. Юрий Палыч, у вас очень сильная команда. Просто невероятно. У вас зацепиться за состав будет очень сложно. Поэтому я все-таки вот останусь пока в торпед ЗИЛ и поиграю спокойно. А там уже потом посмотрим, что будет. Но была еще одна попытка после уже игры с локомотивом в Раменском. Они тоже опять хотели тогда еще забрать нас из торпед ЗИЛ. Меня, по крайней мере. То есть первый раз вы контактировали, когда Леша был в Черноморце? Когда Леша переехал в Черноморец, я остался. И второй раз уже в процессе чемпионата. Я узнал о том, что у локомотива есть интерес. Интересно. Два раза, получается, отказал Юрию Палычу, да? Ну, давай. Второй раз это был просто интерес. Но не то, что отказал. Я даже думал об этом. То есть я... Вот могу ошибиться, с кем я разговаривал. Мне привезли на стадион. Показали, какой будет новый стадион локомотива. Все такое. Сказали, вот здесь мы тебе квартиру дадим. Но я слушал подкаст с Сергеем Ивановичем Ощенником. То есть, я как понял, они там стоят на машинах. Уже пьют. Я такой посмотрел. Это не мои районы. Я в Печатнике обратно. Там получше будет. Интересно, как бы сложилось. А «Спартак» фигурировал когда-нибудь? Нет. Ни разу. А Киев? Ты начал говорить о Киеве. А Киев это тоже уже в процессе, когда играл за «Торпедо Зил». Мы играли с «Ротором». И кто-то из Киева приехал смотреть на Романа Павлюченко. А я его просто как-то сожрал в этом матче. Ну, как обычно, в принципе. Ты ему закрыл дорогу в Киев, да? Да. Павлик, прости, пожалуйста. Я вру, да. Но мне так кажется. Вот. И как бы ко мне подошли, да. То есть, сказали, что не хотел бы куда-то туда. Ну, я не знаю, что это за люди. Я молодой парень. То есть, если сейчас я понимаю, что за люди подходят. И просто ли это рассказ или это реальное предложение. На тот момент я вам рассказываю то, что предлагали. Ну, я тоже. И там была гораздо большая зарплата. Но я оказался. То есть, тебя приглашал, я так понимаю, сам Лобановский? Да. Тогда был еще Лобановский. Но тебе не хотелось? Ну, это не Лобановский смотрел. Ну, блин. Ну, это не Лобановский со мной разговаривал. Да. То есть, а просто какой-то человек это предложил. Я не знаю. Какой-то скаут, который приехал смотреть. Ну, мне вполне нормально было «Торпед Зил». Я играю. Да. То есть, я играю в команде. В премьер-лиге. Это первый сезон. Ничего себе. Ну… Лига чемпионов. Ну, окей. Там меня летом пригласили в ЦСКА. Ну, Лер, это было уже после. Да, просто. А тут тебе конкретно… Ну, сезон идет. Все нормально. Играем. Ничего такого страшного нет. Я… Ну, блин. Для меня… Я не знаю, что должно было сыграть тогда во мне, чтобы я поехал. Ну, просто для молодого футболиста такие перспективы, они вообще манящие. Дима-то поехал? Ну, он профессионал. У него чемодан всегда собран. Ему только скажи, сейчас поехали. Он сразу бам-бам-бам и погнал. На мне вещи еще пока раскиданы, пока надо найти. Мне тяжело переезжать. То есть, вот так вот путешествовать. Не, ну сейчас придется, конечно. Да, то есть… Ну… То есть, ты девосед? Да нет, я не готов просто так срываться из места, где мне не так хорошо. Мне все нравится. Я играю в составе. Ну, как хорошо? Первая лига и Лига чемпионов. Ну, как бы… Нет, нет, нет. Это уже премьер-лига. Ну, ладно. Премьер-лига и Лига чемпионов. Интересно бы, как сложилась карьера. Но… Слушай, вот вы спрашиваете, я это рассказываю. Я об этом вообще не рефлексирую. Мне вообще все равно. Ну, ладно. А о чем тогда ты мечтал? Какие у тебя были детские мечты насчет футбола? Ну, то есть… Лига чемпионов? Никаких. Я очень спокойно всегда к этому относился. Я даже не думал о том, что стану каким-то профессиональным спортсменом или еще что-то. Но я всю жизнь кайфовал от того, что мальчик, который пришел заниматься в 7 лет футболом, впоследствии этим еще и зарабатывал деньги. Ну, то есть это невероятно круто. Но вот такой мысли о том, что у нас было много пацанов, которые говорят, я заиграю, я там буду… У меня таких мыслей не было никогда. Ну, как-то все происходило само собой. А ты болел за команду какую-то? У тебя был какой-нибудь флаг в квартире, не знаю, фотографии футболистов? Когда я играл в торпедзил, я болел за торпедзил. Это понятно. В детстве? Нет. Может, на чьих играх ты вырос? Да, у нас все выросли на играх Спартака, наверное, да, от того времени. Потому что он играл в Лиге чемпионов, да, то есть и большинство игр, которые показывали, это был Спартак. Ну, опять же, Динамо-Киев, да, можно привести пример. Какие-то интересные моменты. С Шевченко, Сребровым в Лиге чемпионов. Ну, как-то так. Ну, мне кажется, знаешь, ты просто не смотрел футбол в молодости. Не смотрел. А, во-первых, такой возможности, во-первых, не было, во-вторых, ты все время на футбольном поле. Вообще возможности не было. Ну, нет, возможность была, но когда у тебя поле, мне повезло очень, я родился в Печатниках, и у нас там реально было такое заброшенное, очень плохое поле, где ходили собачки, периодически там лежали отходы, да, там, но можно было играть в футбол, реально, ну, практически там полноразмерное поле. И мы все свое детство проводили там. И выбрать между тем смотреть футбол или идти туда, мы выбирали идти на футбольное поле. То есть это разница между теоретиком и практиком, да, то есть ты всегда выбираешь играть в футбол, а не смотреть его. Ну, вот я знаешь, что слышал? Немножко уйдем от этой, да? Ну, ты же в молодости был хулиганом по сравнению с Лехой. Да. Ну, не хулиганом, но больше таким как бы ветреным чуваком, который любил погулять. Я слышал историю, что Вася гонял скинхедов. Я гонял скинхедов. Я со скинхедами всех гонял. Нет, я не гонял скинхедов, на это не было времени. У меня был балахон нирваны с Куртом Кобейном. Я спокойненько лазил в нем везде. Директриса подходила в школе, спрашивала, это кто, Маликов? Я говорю, Маликов. И дальше пошел. А что значит лазил везде? Ну, все время. То есть, когда ты в детстве, 13-15 лет, ты не мыслишь о том, чтобы одеть другую футболку. То есть, ты одеваешь либо футболку с Куртом Кобейном, либо здесь нирвана. Фотографии всей группы. Вот у тебя есть балахон, там 4 футболки, которые ты очень любишь. Ты постоянно в них ходишь. Так вот, кто у тебя там висел? Не футболиста, а нирвана? Кобейн. Да, могла висеть. Ну что, разве не пытались снять где-нибудь? Не в том районе. Ну, как ты снимешь? Там же скорость сумасшедшая. Я же нападающий еще был на тот момент. Бывало такое, да? Бывало, конечно. Ну, скажи, интересно же. Боже мой, идет какая-то большая компания. Ты раньше уже понимал, я не знаю, в каком времени, но в моих отрезках, вот этих временных, когда ты идешь, ты видишь, что идет большая компания. Ты такой сразу, понятно. Подходишь поближе, да, остается 5 метров, видишь, что взоры уставлены на тебя, ты быстренько разворачиваешься и побежал. Ну, можно было иногда остановиться, кто там первый, особо умный, быстро бежит, дать в морду и дальше бежать. Ты останавливался? Пару раз останавливался. Мне очень нравилось, да. Мне вот этот момент очень нравился, потому что они все уставали больше, чем мы, и у меня как бы сил больше оставалось бах, и опять побежал. А приводы были у тебя? Нет. За что? В милицию? Не знаю, да, за милицию. Ну, как-то я вот опять убегал. За нарушение общественного порядка. Все опять возвращаемся к тому, что просто убегал. Ну, это не в плане… Я был, наверное, каким-то оторвой, да, но это не говорит о том, что я нарушал законы, делал какие-то вещи. Вот, кстати, в другую сторону. Если вот тебя так встречали… Ты кого встречал? Да, наоборот. Ты когда в пятерке это шел и встречал кого-то? То есть ты понимал, что у тебя скорость больше, чем у оппонента? Я был очень милый в этот момент. Ну, ладно. Я просто… Вы слушаете потрясающую группу «Оникс Топ». «Оникс Топ». «Из Кост» или «Вест Кост», да? Да. «Тупак» вообще невероятно, поэтому «Металлика» вообще класс. Хотя «Металлика» нормально, потому что «Нирвана» и «Металлика» более-менее панк. Интересно, если бы вы с «Деньяром Бильдиновым» пересеклись, а? У него бы не было шансов. Интересно, а ты оставил эту любовь к музыке, к такой «Нирване»? Ну, я не скажу, что я слушаю… Ну, как бы я могу послушать «Панк», да? То есть я могу послушать там «Нирвана» – это «Гранж», и с удовольствием это делаю, но я не могу сказать, что я там слушаю вот эту «Нирвана» постоянно, как это было раньше, да? То есть ты там затирал эти альбомы до дыр. Да, сейчас я могу слушать вообще всё, что угодно. А для тебя была трагедия, когда «Курт» ушёл? Нет. Ну, ничего себе, если ты затянул до дыр эти альбомы, насиловал, ну, ничего себе. Сумоубийство. Я вообще вот к таким вещам достаточно спокойно отношусь, к смерти или ещё к чему-то. Я даже не помню этого момента. Я помню, что были какие-то «День рождения», которые в принципе там мы праздновали. Но мне кажется, он умер у меня не на слуху. То есть как будто это произошло давным-давно. То есть вот так как-то это происходило. День рождения «Курта Кабрина» вы праздновали? Ну, как-то, да. Там все прошли. О, да, поздравляю. Ты спрашиваешь, что такое. Ну, да. Тогда чая ещё не было. Такие все раз пироженки достали. День рождения «Курта Кабрина». Ну, так у всех было. Я не знаю, что… Дэн, ты что слушал? Все подряд. Ну, привезёт. Сейчас я слушаю все подряд, да. Вот все, что мне нравится, и я просто от этого кайфую. Ну, у нас как-то вообще даже, ну, особо… Не помню, что вы по музыке были какие-то в Липецке серьёзные… У вас музыки не было, да, в Липецке. А у нас была, слушай, группа Кармен, Наташа Королёва. Нет, подожди, Кармен… Кармен я тоже… Ты великий вообще, да? Нет, Кармен это вообще топ. И Багдан, да. Даже спорить не буду. Багдан со своим запорожцем тоже, да. Конечно, сейчас он уже гораздо хуже, но тогда это было… Ну, иногда выступаешь. Все дискотеки, да, то есть все дискотеки, там, лагерные, когда ты уезжаешь куда-то в лагерь. Это же все было Кармен, Багдан Титамир. Топ. Это тогда столько групп было веселых. «Ласковый бык». Какие-то там… блин, сейчас вот иногда… Это второй состав «Ласковый мая»? Да, да, да. Я тоже такой и не знаю, но это второй состав. На скамейке дубы. Они пели «Пацаны, пацаны, придержите штаны». «Придержите штанишки, мальчишки». Точно, это вот «Ласковый бык». До Москвы не дошла эта группа, по-моему, там… в Липецке устраивали так. У них был своё… Нет, там же Воронич рядом, там был «Сектор Газа». О, это еще моя любимая группа. Да, вот «Сектор Газа» прямо у нас вот это гремело. Это хорошо, по-моему, потому что… Егор Летов еще, понимаете. «Гражданская оборона». Вот это такие интересные темы. Я вот «Гражданская оборона» даже сейчас могу послушать. С кем бы из музыкантов ты сравнил «Валерия Газаева»? Я не могу такие параллели проводить. Но точно с каким-то металлом или панком, да, с каким-то вот таким вот трэшем интересным. Такой еще длинный волос, отрастительный. Синдикат. Ну, поехали к Валерию Георгиевичу. Как ты с ним познакомился? В Думу. В Думу, да. Как ты с ним… Что это был за день? Ну, и Зила он вас звал? Или Ленорыч? Он. Ну, как? И Ленорыч, наверное, да. То есть, если это была, наверное, все-таки какая-то стратегия, потому что тогда практически всю молодежную сборную, которую тренировал Валерий Георгиевич Газаев, из тех игроков, которые ему нравились, он пытался собрать ЦСКА. А ему очень многие нравились? Ну, как бы, слушай, это был очень неплохой ход. Ты набираешь молодых футболистов перспективных, которые впоследствии могут вырасти, даже если половина из них вырастет в сильных футболистов. Ну, я так понимаю, что недорого все стоили, да? Ну, слушай, по тем меркам, я думаю, что дорого. Да, то есть, если мы будем сравнивать цены сейчас, да, то есть, и тогда, то, я не знаю, даже те футболисты, которые, например, Вагнер Лав, там еще кто-то, которые стоили 10, то сейчас, наверное, 25. Да, именно в цене футболистов я не имею в виду инфляцию как таковую. Но у тебя была встреча с Газаевом? В Альдорадов там жили или нет? Нет, это было, как вот в рабстве, в принципе, тебя, в принципе, из торпеды ЗИЛ просто, ну, как бы, продали, да, то есть, ну, и все. Пришли на команды, ну, там, подписали контракт с Евгением, ну, и все. В рабстве? Ну, не в рабстве, да, то есть, меня особо никто не спрашивал, да, там, пойду я в ЦСК или не пойду я в ЦСК. Да, на существование, и, в принципе, нам уже сказали, что мы там получили деньги за тебя на существование в данный момент, и по концу года вы переходите в ЦСК. А просто пришел, подписал с Евгением Ильичем контракт с Валерием Георгиевичем, я уже был знаком, по молодежной сборной, поэтому какие же там разговоры. Пришел, подписал контракт, мне сказали просто, будешь получать столько же, сколько брат. Я такой, писал, пошел. А с братом первым подписали, да? Да, он на полгода пришел раньше, и с ним подписали первым, да. А у молодежки такой же был жестю, как и... Валерия Георгиевича? Да. Да я назову Валерия Георгиевича жестюком. Ну, как? Ранее. Хороший музон, да? Да. Наша тема. Может, по-моему? Ну, как жестюк, бассейн, какой-то ад. Ну, 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 что теперь? Ну, взбрело человек. Ну, тренер проснулся с утра. Да, побежали все кросс, к примеру, да. Надо поиздеваться. Настроение, может, человек плохое. Так это методика такая была. Он не просыпался. Он знал, что это работа на длительное время. Ну, так все давало результат. Если мы сейчас посмотрим, да, тысяча пятый год чемпионства. Да, все давало результат. А главное, все футболисты, которые были при Валере Георгиевич, посмотрите, какая у них была у всех долгая карьера. Так что, фиг его знает, хорошо это или плохо. Но это было невероятно сложно. Это было просто невероятно ужасно. И бассейны, и железноводские эти бега с жилетами по горам. Ну, кто выдержал, тот выдержал. Кто не выдержал, отвалился. И вперед играть в команду и в середине турнира на таблице. Ну, что интересно, что Вагнер Лав на это говорил? Они же вообще, в принципе, не привыкли. Он же, по-моему, когда Вагнер Лав пришел, все-таки нагрузки немножко спали. А, спокойно? Да, они стали полегче. Ну, кто из легионеров-то? Вагнер Лав нормально убежал. Злились. Ну, слушай, добегали столько, сколько могли. Поэтому нормально что-то. В плавах-то многие не могли. Это уже вторая проблема. Отталкивайся от дна. То есть, ну, Валер Георгиевич же, он не совсем прям такой диктатор полный, да? То есть, он разрешал отталкиваться от дна и прыгать вперед. Ну, вскоре он вас выстраивает, да? И говорит, так, сегодня у нас упражнение в бассейне. Да. Ну, может произведи это, это же дико интересно. Ребята, у нас будут занятия в бассейне, мы там, разминка. Все в воду, да? То есть, мы все прыгнули в воду, ну и пошли там разные. Просидеть 30 секунд, просидеть 45 секунд, минуту, минуту 15, да? Все это по очереди. Потом забираемся на бортики и пошли. И разным стилем поплыли. Туда-обратно. Потом какие-то эстафеты. Потом какие-то упражнения в воде. Мы там тянемся, бежим на чистоту коленей, груди, там. В общем, все штука возможна. Мы делали там. Так человек не имеет плавать. Он говорит, да, человек не имеет плавать. Все. Это лягушатник. Тяжело только сначала. Задача подальше нырнуть. А потом просто там шемберы, слайзенс, они просто отталкиваются от дна. Да, мне так... Я нормально плыл. Вполне себе спокойно. Да, то есть просто достаточно среднего уровня плавания было достаточно для того, чтобы все делать. Да, но там Лайзенс, Шемберс, впоследствии Чидиоди, да, он просто не умел плавать. Они отталкивались от дна. Вот так вот до конца, да. То есть вот все вот эти тройки, да, четверки, вот это все делали по кругу. Но потом мы возвращались, и они были последними, и мы ждали, пока они туда доплывут, да. Это было достаточно долго. Попрыгают там. Весело. Ну а как вы издевались над Алану Куссову, скажи? Мы не издевались, мы его боготворили. Это разные вещи. Понимаешь, боготворить этого человека было как бы не боготворить нельзя, да. То есть вся команда просто молилась на него. И если вдруг Алан Куссов по каким-то причинам говорил, что я сегодня в бассейн не пойду, да, то есть это было сложно сделать, но один раз он не пришел. Мы не знали, что делать. Потому что когда ты, допустим, там 30 секунд, окей, да, ты просидел, все нормально, это достаточно легко. Минута уже проблема, и Алан Куссов всех спасал, потому что он в Ланерео все тренеры бежали к нему заталкивать его ногой обратно. Ногой. Ногой, ногой. Ну а как? Внизу что-то там тренер полезет его вот так туда кунать, так не пойдет. Ногой. Газаев ногой пинал. Ну, Газаев стоял вон там, но все ассистенты... С горкой наступал. Да. Ногой туда заталкивать все под воду. В этот момент, когда все внимание сосредоточено на Алане Куссова, у тебя есть возможность, оп, и сидишь. Никто не палил контору, что ли? Это же более штрафы. В кассу. Ну, как бы, это же момент. Удачный момент для взятия воздуха. Его же надо выбрать. Надо же быть интеллектуальным футболистом. Если есть такой момент, надо его использовать. Поэтому только так работало. А Алан Куссов заносил в кассу вот за эти... По 500 долларов, по-моему. Каждый глоток воздуха 500 долларов? По-моему, да. За одну треневку в бассейн он заносил по 500. Штрафы были за все. Большие премиальные, но и очень большие штрафы. Штрафы были абсолютно за все вещи. Посмотрел не туда. Штрафовали? Штрафовали. За что? Где ты попадал? Нас сегодня же штрафовали. Мы выиграли 3-2. Не помню, у кого. Меня штрафовали. Богдана Шуршина и Леху. Выиграли 3-2. Но Валерию Георгиевичу не понравилось, как мы играли. Нас по трешке. Ну, как тебе объяснять, что... Карточки там необоснованы, еще что-то. Ну, есть какое-то... Вот и все объяснение. Вы плохо играли. Вы плохо играли по трехе. Он нам рассказывал, помнишь, что были штрафы, когда ты там не добежал до дальней штанги, идет подача. По тысяче. По тысяче. Да, это по тысяче. Все достаточно. У нас с тебя была задача заберегов. У нас была одна простая задача – добежать. Добежать, коснулся в определенный момент, на дальней штанге. Каждый должен быть в своем месте при подаче. То есть добежать до нее и находиться в движении. Не добежал – минус косарик. Не добежал – минус косарик. Сейчас даже интересно посмотреть, кто касается, кто не касается. Там все касались. Конечно. А ты помнишь? Конечно, помню. Ну вы знали, да? Естественно. Мы переходим к тяжелой артиллерии. У нас шишечки пуэра, наши любимые. Как ты любишь. Ты уже с чаем знаком, поэтому тебя уже ничем не испугать. А ты так чай получил? Ну как, я просто люблю чай. Я не так люблю чай, насколько я не люблю кофе. Потому что оно не очень хорошо на меня действует. И как бы я не кайфую просто от него. У меня через 30 минут бодрости прям прибивает. Поэтому я всегда предпочитаю хороший чай, чем кофе. Ну ладно, сколько раз ты уже к нам приходил, поэтому ты вообще уже специалист. Ты уже разбираешься в сорта. Я вообще ничего не вспоминаю. Это ты вот когда говоришь что-то там... Кто не ходит на тебя? Да, кто? Я вообще... Боже мой, что это такое? Мне Денчик, он там накидает этих пакетов с чаем. Я спокойно пью и все. Они у меня делятся так же, как и делились на белый, красный, зеленый и черный. Я не знал, что белый существует только. Поэтому чай я обожаю. Сейчас специально не пил чай дома, чтобы здесь попить. Ты его правильно завариваешь, да? Ну, пытаюсь. По мере возможности. Конечно, у меня нет такой платформы. Это единственная у меня идея, которая... Я хочу ее все свистнуть. Дену каждый раз предлагаю, чтобы он отвернулся и я ее вынес. Один раз схватил, но он оказался тяжелый. То есть, так просто ее не унесешь. Да, платформа эта называется Чабань. О, опять. Началось, да? Да. Кстати, когда у Валерия Георгиевича был, когда увидел ее Газ Чай, такой, о, это что, мой? Ты Газ Чай, да? Я думал, там по-любому надо отписать какую-то долю. Это для рекламы. Почему нет? Давай вспомним Лиссабон. И ваш поход вообще к Кубку ИФА. Когда ты почувствовал, что, действительно, команда готова к тому, чтобы выиграть? Да... Это матч был, это еще до финала. Только уже в процессе, да? То есть, это уже в процессе похода к Кубку, да? То есть, может быть, это был Апарн, может быть, это был Партизан, да? То есть, когда пришло ощущение того, что мы реально способны на что-то, да? То есть, на какие-то вещи. А сначала на сборах, когда Валерий Георгиевич, во-первых, это объявлял, да? Об этом говорил, о том, что мы должны играть в финале. То есть, ну, это выглядело смешно. И мы каждый раз над этим прошучивали, конечно, внутри коллектива. Но все равно, как бы, в наших головах это засело. И в процессе уже движения по турниру мы приобретали все больше уверенности и понимали, что, ну, а почему нет, наверное, возможно, это сделать. И вот, Лиссабон, вы до матча скидывались, да, болельщику на маржа? Да. Да. Я вообще не помню эту историю. Много раз о ней слышал. Это Ролана Гусева, да, то есть, ну, я не помню. Я даже не помню, скидывался я или нет. Но, скорее всего, да, то есть, мы периодически там что-то собирали, кто-то подошел, я, может, дал денег и поехал. Я думаю, все это до сих пор как шутка выглядит. Ну, не знаю, нервы выглядит. Ты это слышал, да? Нет. Не слышал. Ну, давай, Дэн. Ну, как Ролан Гусев рассказал. Давай, Дэн. Ролан высказал нам, что он пришел и говорит, ребята, там болельщик приехал за ЦСКА топить на финал со своим маржом и не может выбраться из Лиссабона скинуться. Ну, ты представляешь, Дэн слушает Ролана Гусева и воспринимает его всерьез. А его нельзя воспринимать всерьез? Ну, он тебе мог, может, историю прокинуть какую угодно. Вот он в бассейне все время под водой. Мало того, что и так было тяжело. Он просто там ржал вот так вот. Вот это вот. И что-то орал, да? Под водой все равно слышно, да? Ты это слышал, и в бассейне ты висишь. И ты начинаешь ухахатываться за ним, да? Что невероятно сильно мешает твоим физическим упражнениям. Вот это правдивая история. А про особенность его, когда он в лифт заходил? Я просто уже наученный опытом, да? Я постоянно отходил. У него вот жесткие истории. Вот он не любит людей, да? Ему лишь бы что-нибудь просто на людей наговорить. Ну, это как в танке. Что самое главное в танке? Понятно. Ну, вот в лифте пример. То есть, гуси всегда это делают? Вот те же самые правила, да? То есть, только ты просто понимаешь. А Ролан там? Ролан не только пошел. Да, и когда ты этого не знаешь, ты не предполагаешь, что такое может быть. А потом, когда дверь закрывается, ты ненужди. Он ничего не говорит. А представляешь? Ну, как бы мы-то натренированные ребята. Мы на минуту 15 можем взять его. А если высоко? Так вот зачем Газай все это делает? А если... Да, я раньше не занимался фридайвингом. А вот мы, оказывается, и следственной причинной связи сейчас выяснили, почему и к чему мы готовились. Просто к Ролану Гусеву. А ты сам кого разыгрывал из ЦСКА? Никого я не разыгрывал. Все говорят постоянно, да? Вася там шутник, балагур, там еще что-то. А у меня все это импровизация, да? То есть, я не могу вам даже ничего рассказать по этому поводу, да? То есть, вот в случае мы сидим, да? Я могу что-то там налепить, придумать. Морчи Диодия, ну вот, пожалуйста. Ну и что? Ну что-то куда-то-то я его явно мог отправить. Да никуда не отправлял. То есть, у меня вот это вот каким-то моментом... Юрия Валентиновича. Юрий Валентиновича. Он же вообще скромный всегда и был. А, нет, ну на это я же внимания не обращаю. Я кого-то отправляю, и все, и пошел своим делами заниматься и забыл. А потом только слушаю, ребята рассказывают, молодые, о том, как Вася там образно, или как деды издевались над ним. Ну, про весы Игнашевича расскажешь что-нибудь интересное? Или опять это все? Ну, как бы, смотри, была такая история, да. То есть, у нас последний сбор в Марбеллии, последний день, и мы, команда, решили пойти в ресторан. И Валерий Георгиевич, возможно, прознал про это, может быть, нет, но придумал нам... Причем у нас была игра контрольная, да, то есть, последний день. Он говорит, ребята, завтра контрольная взвешивая. Контрольная взвешивая, ну, опять же, штрафы, на которых мы уже говорили. На что все приходят в ресторан, и все сидят, и смотрят друг на друга. Ну, Сергей Николаевич такой, ребят, ну, давайте есть все, не будем штрафы, еще что-то. Сергей говорит, ребята, он капитан, движения не будет, все будет хорошо, я вам гарантирую. Ну, окей, там еще пять минут все не поели, окей, потом начали покушать, поели, и как бы в отель. Вот это я как бы рассказываю уже с рассказов людей, да, то есть, Сергей вроде зашел раз в комнатку, первый взвешиваться пораньше встал, весы забрал, к себе в номер и закрылся. На все номера, на щеколду, да, то есть, потому что там уже потом к нему рвались с карточкой. Массажирцы-доктора? Да, ну, вот как бы вся история. То есть, Валерий Георгиевич в ярости, Валерий Георгиевич решил серву отправить сразу. Вообще отправить? Вообще отправить, да. И мы всей командой к Валерию Георгиевичу. Валерий Георгиевич, не надо, оставьте Серегу. Но повязка у него не осталась. Представляешь, если из-за весов могла закончиться карьера в ЦСКА? Да, не стал бы легендой. Принципиально так? Номер четыре. Слушай, Валерий Георгиевич был, так же как и Юрий Павлович, да, то есть, абсолютно очень хорошим человеком. То, что вы видите, да, допустим, в прессе, да, там о нем еще какие-то, он был абсолютно человечный. Поэтому он любые моменты понимал, да. То есть, когда к нему приходила вся команда и о чем-то просила, не бывало такого, что он поступал по-другому. А кто говорил от команды тогда? Вот вы вся толпа пришли или кто-то один начинает разговор? Я не помню, ни один говорил. Я говорил что-то, по-моему, Леха что-то говорил. То есть, но были все команды. Что есть отчисления? Ну, нарушение жесткой дисциплины. То есть, за этими весами бегали все ассистенты тренеров. Дискали. Но, скажем, к слову, так мы и не взвешивались в тот день. Так что, в принципе, задуманное, да, миссион-компликт. Мы как-то ушли от Лиссабона, вот вы выигрываете, финальный свисток, кубок у вас. Что началось? Ну, какой-то кураж, радость, что-то невероятное. Но срок понимания, наверное, пришло уже после. Понимание этой победы, ощущение этой победы. Которая придала уверенность нам на долгие годы. То есть, это все-таки первая команда в России, которая выиграла кубок УФА. Поэтому я бы не сказал, что эти эмоции кардинально отличались от победы в чемпионате. Именно моментальной. Да, но впоследствии они нам дали гораздо больше, чем те же другие победы в кубках, в чемпионате или еще когда-то. На что я в полной мере совсем не очень сильно порадовался. Потому что я ушел сразу в ментальный допинг-контроль. И мне сложно сказать, что происходило в раздевалке. На поле было очень весело. В самолете было очень весело. Ну, и два денька после этого всем тоже, в принципе, было очень весело. Ну, ты рассказываешь, как будто ты на сборах играл кубок Матч ТВ, а не кубок УФА. В первом из российских команд. Сколько ты на допинге был? Долго. Очень долго. Часа полтора точно сидел. То есть, я вообще вернулся в раздевалку. Там практически никого не было. Кроме Валерия Георгиевича и Гелия Норыча. Я только успел с кубом сфотографироваться, пожалуй. А они, скажем, сидят с сигарами. Все, пока. Ай, они уже все мокрые. Все в шампанском. Все спят, остальные бухи. Что здесь происходит? Все, всех спалил сейчас. Сам нормальный. Как об этом нужно рассказать? Я не очень отчетливо могу передавать свои эмоции. Но я тебе честно повторюсь. Именно понимание того, что мы сделали. Именно в масштабе страны. В масштабе клуба. Для самих себя. То есть, пришло после. А вот эта радость, которая семиминутная какая-то. Или еще что-то. Ну, блин. Это просто эмоции эйфории. Это эмоции какие-то там... Я бы не сказал, что они затмевают даже мое ощущение сейчас. Того, что мы выиграли Кубку УФА. Нет, наверное. Я не знаю просто. Может, я по-другому испытываю эмоции в этом. То есть, у меня периодически даже. Особенно уже потом, впоследствии. После победы в чемпионатах России. После победы в Кубках России. Наоборот, шло опустошение. То есть, от проделанной работы. И вот эта усталость накопившаяся. Или эмоциональность, которую приходилось сдерживать. На протяжении всего сезона. Она вот так вот, наоборот, меня как будто в сон клонило. То есть, я успокаивался. То есть, мы сделали офигенную работу. Мы выиграли чемпионат. Кто-то бегает, радуется. Ну, уже потом, когда возлияние алкоголя, эмоции возвращались. Шампанское пообливались. Кубок Куэфа для успокоения. И следом дерби же было? Да. А как вот настроиться на игру после таких эмоций? Там говорили, что они свежие. Вышли и обыграли Спартак. Ну, были, наверное, не особо свежие. То есть, так прямо говорить о том, что мы там были… Остаточное явление. Да, вот так. Остаточное явление. То есть, мы же заехали на базу за день. Так как это обычно и бывает. А до этого мы вообще не тренировались. Да, мы шлялись все время по каким-то персонажам, которые нас постоянно куда-то звали. Мы отказываться не имели права. И вот мы туда съездили, сюда съездили. Там шампанского попили, здесь шампанского попили. И вышли на тренировку там за день. Игорь со Спартаком. Валерий Георгиевич посмотрел на нас. Такой, 15 минут. Такой… Не, говорит, все. Идите отсюда, пожалуйста. Не буду я вас тренировать. Ну, и как бы, наверное… Я не знаю, там, в его мыслях, в его эмоциях. Наверное, может быть, даже не надеялся на эту игру. Да, ну, там, после первого тайма мы опять побежали. Похоже, топливо хорошее было, да? Ну, качественное, да. В общем, мы по делу выиграли, я помню, дерби, да. То есть, и, в принципе, весь оставшийся год каждая команда, куда бы мы ни приезжали, просто нас боялась. То есть, это чувствовалось. Прямо в ощущении на футбольном поле. Никто не понимал, как они это сделали и что с ними происходит. Тогда мы могли обыграть любую команду. В 2005-м, по крайней мере. Даже вы нам проиграли. Хотя, по-моему, очков на десять у вас был отрыв. Нет, мы вас в 2005-м обыграли. В смысле, между собой? Да. А, таки ты даже не помню как мне рассказывай. Вообще, ты смотри турнир на таблицу по концу. Вопросов нет. А мне очень часто бывает такое, что кто-то подходит и спрашивает про какую-то игру. И я помню все игры, которые мы проиграли, когда не стали чемпионами. Но вот если мы по концу года становимся чемпионами, вот эта фраза, а мы вас обыграли. Нет, вопрос, вопрос. Просто я даже не помню как, что. То есть, стереть весь чемпионат, стереть весь год, плохой, удачный, неудачный, помогает вот чемпионству. Потому что такой чемпионом стал. Кому там проиграл, у кого выиграл, тут уже не важно. Собираешься, собрал вещички и в отпуск. Что ты помнишь об игре с Сатурном 2017? Как такое яркое событие. Ну, драка была. Вот все, что помню. Выиграли 1-0. ЖДР. Да. ЖДР. Что там случилось? Там Юра Жирков что-то там начал, замутил. Да, с аргентинского. Это же всегда такие вещи происходят очень суматошно, спонтанно. То есть, я как участник этого события не смогу вот этого сказать, как это произошло. Нет, почему спонтанно-то? Они друг друга били на протяжении минут 15 точно. Взаимодействие. Взаимодействие. Взаимодействие, да. Да. И в какой-то момент кто-то не выдержал и градус перешел. Ну да. Ты помнишь? Началась драка. Капуэру. Я, слушай, я помню как раз не его. Этот просто руками размахивал. Не технично, по-боксерски размахивал. Он просто плыл, по-моему. Да, там ЖДР. Он просто махал там. Пару пловцов-то отправил туда. Да, нет. Там был какой-то, блин, у них нападающий здоровый. На Б какой-то, блин. Вариха или еще кто-то. Вот этот там выкладывал вообще просто мне. Просто удар, блин. Такой, как будто поставленный, как будто боксер. Бум. Упал. Упал. Болельщика тоже он вырубил еще. Который выскочил, да? Да. То есть того был поставлен на дыр. Это просто размахивал своими культяпками. То есть там даже никого задеть, он просто плыл. А ты, Виктор Савельевич, помнишь тогда? Помню. Леха лучше помнит. По его рассказам это вот этот. Нормально. Мне удивительно, почему удалили меня. Вот единственная несправедливость. Я такой, мне судья красную дает. Я такой смотрю на это все безобразие вокруг. Думаю, что за фильм, что за неисправедливость. Я же разнимал. Да. Я же ничего не делал. Здесь все одинаковые. Смотрю. Здесь все одинаковые. Почему мне? Обидно было. Расскажи знаешь о чем? О вашей химии с Игорем Конфеевым, да? О том, как вы вместе взаимодействовали, как он вам пихал. Как ты ему пихал. Да, потому что вот ваша четверка, ну это пример взаимоотношений. Но они были очень эмоциональные. Просто интересно. Мы никогда не пихали Игорю. Ну как? Если ты берешь тройку, да, то есть я там, Леха и Серый, мы понимали, что Игорь это вратарь. Да, это все-таки последняя наша инстанция. Это футболист, которому он на поле психологически тяжелее всех. Поэтому пихач мы все время слушали от него. Периодически вообще просто не по делу. На что мы просто постоянно разворачивались. Сейчас все будет. И делали то, что нужно было делать. Абсолютно нормально. Я считаю, что с вратарями нужно поступать вот именно вот так. Да, он там что-то кричит, ругается там, еще что-то. Все, сейчас все будет. Делаешь все то же самое. Каким словам он говорил, когда вы играли с Арсеналом в шестом году? На Эмирейц. Какие только не говорил. Да это он на самом деле ничего не говорил, мы сами понимали. То есть я даже потом смотрел момент один. То есть Арсенал подает угловой. И мы с братом, я иду на ближнюю штангу. И я ему по губам читаю и говорю, ебать нас увозит. Веселая игра была. Почти выиграли. Да. Почти выиграли. Выход один на один. Просто загнали Арсенал в их штраф. И все. И пытались сделать невозможно. Просто не реализовали. Не реализовали свой момент. В принципе нормально. Больше всего мне нравились рассказы после этого. Потому что Валерий Георгиевич первый 15 минут раз. Он же очень любил со скамейки. Экспрессия. Оп обратно. Оп обратно. Выбегает. Но это по рассказам. Я не знаю что происходило. Он говорит. Он потом через 15 минут сел. Спокойно поставил кресло. Такой. Что я бегаю? Дайте футбол спокойно. Ну это самый такой чудесный матч в котором ты участвовал? Невероятно вообще. Какой-то просто невероятный. Или были еще? Да. Он невероятно запоминающийся. Да. То есть чтобы нас так лазили. Чтобы было столько моментов. Так еще и выиграть могли. Не. Второй тайм был более-менее нормально. Но первый конечно. Они обозленные нашей победой на стадионе Локомотив. Были прям очень недружелюбно. Небестеприимно скажем так. Как ты попал на обложку FIFA? 12. Вместе с КК. Вот вы меня спрашиваете. Я тоже вам хотел этот вопрос задать. Да. Как я попал на обложку FIFA? Я понятия не имею. Дима не понятия не имеет. Но сидели разработчики Esport. И понимали. То есть кто. Есть Месси. Есть Рональдер. Кто третий. КК ладно будет. Кто третий. КК. То есть КК. Да. Четвертый. Пятый. То есть это. Ну почему нет. Да. Ну точно же я. Ну и все. И вот так вот. Между прочим. Я никогда бы не подумал. Что это вообще хоть как-то сыграет какую-то роль. Если бы у меня сын не играл в FIFA. Да. Я ему как-то говорю. Да я на обложке в FIFA был бы. Он говорит. И ему бах. Из интернета фоточку. Он такой. Ё. Я сел. Да. Да. Круто. 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 Нет. Нет. Ни одного. Почему? На память. Ну я ж помню это. В интернете сейчас все есть. А поиграть. В себя. В себя. Нет. Вася. Ну как тут. Тебе позвонили. Вася. Ты на обложке FIFA. Ты говоришь. Ну в принципе правильно. Позвонили. Все поделали. Все поделали. Вы правы. Другого выбора у вас нет. Ну не. Просто позвонили. Предложили. Сказали. Вот есть возможность там на обложку FIFA. FIFA. Фигануть. Я говорю. Ну ладно. Окей. Почему нет. Чего по деньгам? А. Ты еще давал согласие? Ты еще раздумывал? Нет. Я не раздумывал. Я просто по деньгам там обсудили. Что-то сказали. А я уже был согласен. То есть ты быстро сошелся? Да. Ну конечно. Такое событие. То есть это приравнится к кубку FIFA. А как тебя в команде встретили? Мне сын про кубку FIFA ни разу не спрашивал. А про обложку FIFA просто заходит. В команде тебя не душили за это? Мне кажется это такой троллинг должен быть. Да. Тогда не было этого настолько вездесуще. Да. То есть это сейчас все там молодые футболисты FIFA играют. Каждого футболиста знают просто из-за того, что они в это FIFA играют. Я все время удивляюсь. Откуда вы всех знаете? Просто народ FIFA играет. Тогда это как-то спокойно прошло. Я не помню что-то такого там невероятного. Я съездил там на пару мероприятий. На пару ивентов. Ну и все. Очень культурно. Не могу рассказать, что это было прям что-то фейерное. Они же тебя вообще должны прям. Ты кака. Да. Ты какой кака? Они не знали что это за фотография. Они убедили в мою игру. Все. Вот. Вот он. Нападающий. Который. По 24 года. С кака. По 24 года. Я запомнил. Конечно. Да. С какого матча это была? Не помнишь фотография? У тебя же вряд ли отдельно фотография была. Так Вась по 24 играл как раз номером. Отдельно. Ты тут смотри. Тут розово щеки и все. Ну все по делу. Тебе надо было бегать? Чтобы так вот снимать? Нет. Меня снимали как раз отдельно. И наверное вот в этой версии игры я более динамичный, чем все остальные футболисты. Потому что меня в 3D снимали с разных ракурсов там. В каком движении. Поэтому вот бери и ставь нападающим. 24 надо минимум забить. Вот. Тебе не предлагали. Видишь набор? Ну да. Я помню как меня травили с Pepsi. И Игорь и вы все. Не ну. Ну что были. Были обязаны. Ну там была получается слога. А здесь у нас Сычев. И вот они каждый раз когда видели. Надо же что-то сказать. Ну да. У тебя был момент когда ты мог уехать из России? Нет. Ни разу? Ну. Слушай. Были разговоры. Но такого вот по факту чтобы было какое-то предложение с которым мне пришли и сказали что чувак давай езжай. Такого не было. А что за разговоры были? Разговоры были по Милану. Разговоры были из английского команды. Середняка. То есть. Ну из России были какие-то разговоры. Да. По. И тебе не интересно было? А вы что там? А вы что там? Ну как? Да. Ты же мог просить агента. Я хочу уехать. Пора. Да. Во-первых у меня никогда не было агента. Это первое. Да. То есть. Всю мою жизнь я играл без агента. И. Я не знаю. Может быть что-то какие-то приложения приходили в ЦСКА. Но. Значит я о них не знаю. Да. То есть. И не факт что я бы поехал. Да. То есть. То время когда. Мы наверное могли уехать. Да. Вот там наше поколение или я там точно. Да. 1005-1008 год. Да. То есть. Чего я не вижу смысла. Да. То есть. Уезда в тот момент. Да. То есть. Перемещение куда-либо. Потому что. Чемпионат России развивался. Чемпионат России двигался вверх. Да. Футбол в России двигался вверх. После побед ЦСКА. После победы Зенита. Да. То есть. После хорошего выступления на чемпионате Европы. Казалось что. Вот он рост российского футбола. И дальше мы будем только вверх. 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 И вот нас ждут великие победы. Какой смысл уезжать. Если плюс еще. Ты получаешь. Вполне себе адекватную. Но я же не нападающий. Да. Хоть я и забил 24. Но. Я же не нападающий. И это не тот наверное объект. Которого хочет забрать там. Любая команда в мире. Поэтому. Я получал. И здесь был. Достаточно звездой по своим меркам. Да. Футболист. Который получал неплохую зарплату. И зарплату больше мне никогда не предлагали. То есть. Я должен был выбрать. Середняка. Там. Какого-то чемпионата. Если бы я хотел уехать. Да. И просто переехать туда. Ну. Тебе не хотелось. Там. В премьер-лигу английскую. Толь же Милан. Ну. Ты играешь дома. Да. То есть. У тебя такие мысли. Что все движется вперед. Да. Сейчас мы будем конкурировать с лучшими чемпионатами Европы. Да. По факту этого не случилось. А потом уже возраст. Все. Ну. Да. Объективно говоря. Что прогресс российского чемпионата составлял только финансово составляющие. Ну. Подожди. Ну. Почему. Есть же результат. Мы же можем говорить. Суперкубок Зенита. ЦСКА. Кубок УЕФА. Да. Малая бронза на чемпионате Европы. Да. То есть. Это все располагает к тому. Что мы сейчас будем двигаться вперед. Да. Вперед и вверх. Но. К сожалению. Ну. Это же победа в Европе. А как ты вот объяснишь эти горки. Смотри. Восьмой год. Пик. Про сборную если говорить уже. Да. Потом мы дошли до. Мы говно. Да. И потом от этой фразы до четвертого финала чемпионата первого. Два года всего лишь. Российские горки? Ну. Это. Мне кажется это не российские горки. Это. Ну. По меньшей мере. Наверное. Легкая. Случайность. И работа тренерского шага. Штаба. Которая выжила из. Футболистов. Максимум. Легкая случайность. Можно сказать. Ну. Нелегкая случайность. Да. То есть. Это тренерская работа. Да. То есть. По созданию коллектива. По созданию. Футбольной команды. Какие-то определенные. Тактические действия. Да. Футболистов. Но не сказать. Что мы. Да. Начинаем опять расти. Да. То есть. И двигаться вперед. Что услуцкого не получилось. То есть. У меня нет такого ощущения. Что услуцкого не получилось. Потому что сказал. Что вот он-то сделает команду. И. Все будет нормально внутри. Легкой случайности не хватило. Ну. У футбола. Это же все равно. Мы же. Легкая случайность. В футболе все равно присутствует. Элемент везения. Да. Который невозможно отменить. Поэтому. Не хватило. Ну. Что-то не хватило. Во-первых. Было. Немножко. Физподготовки. Да. То есть. Чемпионат мира 16-го года. Немножко налажали. Потому что. Многие футболисты. Весь ориентир был на футболиста ЦСКА. И. Футболисты не могли выдержать нагрузку. Определенную. Которая была дана. Да. В сборной. Ну. Плюс еще. Это наверное коллектив. Да. То. Что сделал Санислав Саламович. Он сразу. Попытался. Да. То есть. Отстранить от сборной. Людей. Которые могут негативно влиять. На атмосферу в команде. И на эмоционально-психологическую составляющую. Вот. Этого тоже наверное не хватило. Суски этого не сделал. Ну. Наверное. Все-таки по неопытности. Да. То есть. Как и любой тренер. Сборная. И любая команда. Это вообще коллектив. Да. И разобраться в человеке. Ты можешь. Ты не можешь так быстро. Да. Ты должен с ним пройти. Да. То есть. Какой-то этап. Чтобы понять. Что это за человек. или. Ты должен об этом знать. На сто процентов. Возможно. Этого не хватило. Он же взял самых сильных. Конечно. Это да. Но это не значит. Что. Вот. Из этих самых сильных. Ты сможешь создать. Хороший коллектив. Да. Потому что все. Каждый футболист очень амбициозен. Да. То есть. Каждый футболист. Хочет играть в составе. И. Наверное. Создать такую атмосферу. Что. Мы единый коллектив. На тот момент. Не получилось. Опять же. Есть же. Многие футболисты. После попадания в состав. Которые. Считают. Что они. Сильнее всех. И самые умные в мире. Поэтому. Ты это уже почувствовал. Постфактум. Или уже внутри команды. Тогда. Было ощущение. Ну что. Что-то не работает. Да. Это было уже по ходу. А что. Тоже какие-то пример привести. Ну. Вы же читали все это. Об этих примерах. Да. В газетах. То есть. Это. Разговоры. Внутри коллектива. Которые. Когда. Каждый. Считает себя. Незаслуженно. Там. Не попавшим. В основной состав. Поэтому. Это происходит. Постоянно. Но. С этим. Надо как-то бороться. Эту задачу. Тренер должен. Как-то решать. Плюс. Еще сказалось. Но. По моему мнению. Да. Эмоциональное. Состояние. Слуцкого. Потому что. Совмещение постов. Да. Это. Наверное. Никогда. Не делало. И не давало. Плюсов. Команде. Да. И. Он. Реально. Выхолощен. Да. После. Нашей победы. В чемпионате. Да. Просто. Тренер. Устал. Да. То есть. Это. Тяжелая. Тяжелая. Психологическая. Нагрузка. И. Не смог. Добавить. Наверное. Это. выхолощенность. Это. Усталость. Именно. От совмещения постов. Которая. Тоже. Повлияла. На результат. А ты. обратно. Ну как. Я не знаю. Какие твои эмоции были. Когда стало известно. Вот эта фраза. Мы говно. Когда появилось интервью с людского. Ну ничего страшного. Такого надо иногда. Не обидно было? Надо иногда. Ну почему. Ты проигрываешь. Ты должен иногда. Говорить себе. О том. Да. Себе правду. Да. Прежде всего. Ты должен понимать. Что ты делаешь. И где ты. Находишься. Если мы выступили плохо. То значит. Мы говно. На данный момент. Вся там еще что-то. Но. Ты не можешь про себя. Сказать. Да. Ты можешь проиграть. Можешь совершить ошибки. Но. Именно. Я могу. Категоричный. Я могу. Для меня это нормально. То есть. Мы выступили на турнире плохо. Мы в этот момент были говно. Мы говно. Ну в смысле. Мы на этом турнире. Некачественно сыграли. Результат удовлетворительный. Мы. Там. Этот путь плохо прошли. Надо себе признаваться. Мы плохо это сделали. Мы играли говняно. Все. Все просто и лаконично. Слишком. Как выглядел тот день, когда ты решил, что все с футболом хана? Так он выглядел достаточно долго. Да. В моем понимании. Тянулся долго? Очень долго. Консу дня или? Он тянулся два года. Да. То есть. Когда только начали закрадываться какие-то мысли, что в ЦСКА мы, наверное, уже не можем быть какими-то претендентами на чемпионство и на какие-то успехи в Еврокубках. Закралась мысль, что хорошо, надо как-то заканчивать. Еще физические данные, показания медицинские давали о себе знать тоже. Поэтому за год до завершения карьеры я знал, что я буду делать. Мы пришли, мы заявили об этом спокойно Роман Юрьевичу Бабаеву. Сказали, что Роман Юрьевич по окончанию этого года мы уходим. Взвешено? Когда ты объявляешь это за год, конечно, взвешено. На что, окей, все это было воспринято немножко поверхностно. И просто Роман Юрьевич, например, не ожидал, что мы действительно закончим. Не хотел переубедить вас? Переубеждал. Но вы четко стояли на своем. Конечно. Ну или посмотрим в конце сезона. Нет, нет, нет. Все. То есть мы четко стояли на своем и говорили, что нет, нет, нет и нет. То есть прям достаточно такой. Нас уговаривали, все нас. И Евгений Леонорович уговаривал, и Роман Юрьевич уговаривал. Ты сказал, что ты знал, что будешь делать сразу после окончания? Карьеры? Да. Ну да. Ну я знал, ну Слуцкий, допустим, предложил, да, то есть поехать поработать. То есть пока ты играл, он тебе уже предложил. Нет, нет, после того, как мы закончили. Да, просто он тоже, например, не думал, что мы закончим. Да, на что мы очень тактично предприятили всех в ЦСКА, что мы закончим. Мы закончили. Прошло какое-то время. Мы пошли учиться, доучились. И потом же Леонид Викторович пригласил Витас в Голландию, попробую тренировать. Как оно и что оно. Заодно пожить в Европе немножко. Димка пожил, мне не давали покоя его лавры. Поэтому пришлось тоже поехать куда-нибудь. Хорошее место выбрал? Да, необычное. Я практически не выбирал. Кому-то там такие были условия, да. То есть КК, пожалуйста, вот Барселона, вот Реал. Ну, хотите вот Манчестер Юнайтед, да, но там немножко дождливо. Просто я тебя как-то встретил, знаешь, я помню наш разговор как раз в этот период. И ты говоришь, я настолько устал от футбола, что вот там сына довожу куда-то на тренировку, да. А сам сижу в машине, даже не хочу смотреть на это. Ну, было же такое? Да, ну, не смотреть вот играть, вот я точно, да, мне уже было тяжело. То есть когда ты понимаешь, что тебе тяжело, да, и тебе приходится прикладывать столько, такие невероятные усилия для того, чтобы просто выйти на тренировку, для того, чтобы сыграть эту игру, а потом ты просто валяешься два дня, долго восстанавливаешь. То есть задачи вообще тренироваться не было, задача была просто подготовиться к игре. Да, то есть она там могла проходить в таком формате, что типа, я сегодня отдохнул тренер, и там идешь заниматься там своими делами. Во-первых, уже некрасиво, да, потому что на тебя смотрят молодежь. Два, была усталость именно от игры в футбол, от этих перемещений, движения, там, всего остального. Но потом это пришло в какой-то консенсус, и опять ты чуть-чуть загнул шесть месяцев, и потом опять заново. Леон Викторович в Голландии дал очень несколько ярких интервью. Так, я сейчас, возможно, услышу о чем-то в первый раз. Да нет, но по поводу, помнишь, по поводу президента клуба, что он должен делать? И как вы эти вещи отпускали или не отпускали? Вообще не обращал на это внимания. Ну как-то у тебя Россия же сгудела, когда тренер должен уволить меня, но он так сказал, что, не тренер, а президент клуба, что был немножко другой перевод, не помнишь? А-а-а! Сак и сек? Да, немножко с английским. Вообще там никто не обратил внимания. Поэтому у нас очень разные представления об этом и контрасты. Голландцы очень корректные люди, очень спокойные в этом плане. Поэтому они поняли, что человек имел в виду, что это просто ошибка английского. И только у нас, кстати, да, вот эта вот невероятная, удивительная черта, пихать человеку за то, что он ошибся, по сути, в одной английской букве, да, и просто ошибся в интервью, что это вообще не так просто, да. То есть человеку, который только что выучил язык, давать интервью на иностранном языке. Поэтому все население России, 90%, которые безупречно владеют английским языком, решили быстренько эту картину как-то обсудить. Ну, просто одна буква приняла кардинальный смысл. Ну, неужели ты, нет, ты не мог прямо этого пройти? Ну, сто процентов. И, зная тебя, ты не мог. Мне очень понравилось. Потому что, ну, что делать, да, президенту клуба после этого? То есть, если он сейчас его уволит, ему придется сделать то, о чем сказал Леонид Викторович. А если уволил, то сделал ли это, да? То есть, здесь столько вопросов. Ну, у него там приехал, вы сели. Это хороший, кстати, задел такой, да. То есть, президенту, ну, как бы, не так просто теперь придется уволить. Ну, как мы поржали над этим, посмеялись, да. То есть, сказали Леонид Викторович, что Леонид Викторович хороший ход. Разбирали вы транскрипцию этого слова. Да. Я тогда даже не понял вообще, в чем отличие, в чем разница. Для меня это вообще одно и то же. Поэтому, ну что, поржали, как и всегда, обсудили, подушили друг друга. Ну, это не было так, ну, как бы, по-злому и как-то еще что-то. Это вообще было, это было просто по-доброму, по-доброму. И в голландской прессе это вообще не обсуждалось. Да. То есть, это даже никто, даже и подумать не мог о том, что это вот такая фраза, и она в этом заключается. Там же еще одна была история, он сам рассказал по поводу Леонида Слуцкого, нашего, российского, которого обвиняли здесь в хоростменте. Да. А в Голландии показали фотографию Слуцкого. Леонида Викторовича, да. Да. Слуцкий сахар, да, еще есть. Да, это тоже я каждый раз удивляюсь. Вот эта вот история мне вообще нравилась. Я предлагал Леонида Викторовича посадить быстренько и как-то прям там на территории Голландии. Я сразу скажу, он виноват. Я думаю, что это был не тот Слуцкий. Все было, да? Все было. Леонид Викторович прилетел в Москву, все сделал, показал паспорт и умотал обратно. Двойник. На что был очень хороший вопрос. Кстати, когда нам Борис Левин устраивал игру «Что, где, когда», был невероятный вопрос, что, вы знаете, в один какой-то момент Леонид Слуцкий прилетел на вертолете в какое-то место, там, да, я уже плохо помню, и сел. Могло ли такое быть? Да, и все такие, нет, нет, мы же знаем, нет, он же с нами. И опять был вопрос, как раз касался его однофамильца и тезки. Ты за это время в Витессе понял, почему голландцы так круто играют в футбол? Да, да. Ну, для них это, во-первых, массовый вид спорта, он, там, невероятное количество детей занимаются этим спортом, да, то есть, там, там, невероятное количество детских команд и возможность заниматься, там, в десяти-пятнадцатиминутной доступности на велосипеде у каждого ребенка. Стоит это абсолютно недорого, да, то есть, профессиональную команду только набирают в девять-восемь лет, ты заплати, по-моему, если я не ошибаюсь, 150 евро за год, твой ребенок получает все возможные условия для того, чтобы тренироваться. И эти условия будут абсолютно везде одинаковы, да, то есть, ну, то есть, они будут гораздо качественнее, чем у нас. Поля, тренер, экипировка? Поля, тренер, в основном работают волонтеры, которые учатся там в этот момент, да, то есть, это бесплатная, это государственная программа, по сути, но количество людей, если мы говорим о них, да, то есть, там, гораздо выше, чем у нас, да, даже по количеству, там, людей, которые, или мальчиков, которые хотят, или девочек, которые хотят заниматься футболом и будут заниматься. Плюс еще, опять же, дети, там, в десять-двенадцать лет получают невероятные условия, и они везде, да, на всей территории Голландии, которые имеют возможность спокойно расти и думают только о футболе. Ну и велосипед еще, к тому же. Он меняет себя. Это невероятная физическая подготовка, да, то есть, если мы тут садимся, там, в Москве, там, или еще где-то на машину, там, или везем своих детей, или они едут на метро, да, то все это, там, может быть, по-разному, то там дети сами на великах гонят на тренировку 20 минут туда, 20 минут обратно, дополнительная физическая работа. С тобой Игорь не обсуждал возвращение сборной? Ну, я не буду рассказывать наши внутренние, разговоры, ну да, обсуждали, могли обсуждать, да. Ты говорил? Да, надо. Ну, возвращение отношению к сборной было ключевым событием. Да. Это понятно было. Ну, блин, это же решение должно быть у каждого свое. Ну, ты советовал верни сборной, Игорь, нам нужна победа, там. Ну, раз такой совет, это взрослый мальчик. Ну, мало ли. Ну, можно посоветовать. Я вот своему сыну советов не даю. Да, то есть, я пытаюсь с ним порассуждать, я пытаюсь, там, окей, как-то на него повлиять, да, но очень сторонне, да, то есть, я не думаю, что человеку, который настолько опытный, который обладает такими футбольными знаниями, нужен совет в этом плане. Ну, по крайней мере, получается, что размышлял, раз с тобой это взял. Ну, мы просто с ним разговаривали по этому поводу, да, то есть, но это как раз никогда не касалось того, что я вдруг скажу ему, что, там, ты должен ехать. После каждого разговора дает пищу для размышлений. Возможно, ну, как-то намеками ему. И вы недалекие друг другу, близкие друг другу люди. Или сказать ему, нет, Игорь, оставайся и, там, никуда не езжай, да. Вообще, то есть, лайтово, каждый человек принимает сам решение, каждый человек понимает сам, чего он хочет, а ими не хочет. По крайней мере, Игорь это заслужил, да, чтобы принять это решение сам, сто процентов. Ну, мы его все поняли, но скажи, вот твоя позиция в этой ситуации. Ну, в смысле, моя позиция. Ну, смотри, нет, ну, понимаешь, что это правильное решение для Игоря, все, тут уже это как бы дочка, да. Но, вот сам ты, вот твои ощущения, что с Игорем команда была бы другой, сильнее. Не знаю, он сильнейший вратарь на данный момент все равно, по моему мнению, да, то есть, в России. Я не знаю, она была бы сильнее или слабее. Ну, не знаю. Ты таким образом даешь ответ на этот вопрос. Если он сильнейший вратарь на данный момент. Ну, это же по моему мнению. Это же не обязательно так. Твое мнение объективное, ты же тренер. Так, записали? Я никогда не видел такого в Европе, когда там игрок говорит, все, я закончил со сборной, и потом вдруг он возвращается куда-то, ну, кроме Барагимовича. Сергей Николаевич? Ну, Сергей Николаевич, ну, ад, мы же Европа. Забыл. Часть. Восточный. Да, то есть, не надо рефлексировать, надо брать другого игрока, надо этого игрока готовить, надо этому игроку набираться опыта и думать о будущем. И что сейчас ощущения, например, Шунина, Сафонова. Да, то есть, какие они должны быть? Так у нас третий вратарь. Дюпин. Или Дюпин, да, к примеру. Который провел очень хороший сезон, между прочим. Ну, по крайней мере, вторую часть чемпионата невероятна. Каких ощущений должно быть, да? О! Игоряшка приехал. На чемпионат мира постоять. А дальше что? А дальше он опять закончил. Да? Со сборной. И что? Ну, как бы, я не понимаю этих ощущений. Это спор, да? Это конкуренция. Это возможность проявить себя, да? То есть, это возможность вырасти, да, в этого игрока. Большого, качественного, уверенного в себе. Без таких больших турниров это невозможно. Поэтому у меня вообще таких мыслей не возникает. Вот вы говорите о том, что, ну, значит, так должно быть, там, или еще как-то. Ну, человек не едет. Берем другого вратаря, поехали. Все. И забыли об этом. И это несправедливо по отношению к вратарям, которые на этот чемпионат Европы попадали. Да? Вот что самое обидное. Я вам расскажу историю. Когда мы играли в кубке Санжи, у меня была пятиматчевая дисквалификация, да? И все игры играл Игнаш и Леха. Хотя Леха тогда, ну, как бы, играли мы в основном с Игнашом. И весь кубок прошел Леха и Игнаш. Да? И вот если бы Игнаш... Мне уже Леонид Викторович подошел и сказал, Вася, в финале ты играть не будешь. Ты будешь... Будет играть Игнаш... А у меня дисквалификация как раз заканчивалась к финалу. Да? Мне Леонид Викторович подходит и говорит, Вася, ты не будешь играть в финале? Да? Будет играть Леха и Игнаш. Но Серега получил, по-моему, желтую карточку. Да? И был дисквалифицирован на эту игру. Поэтому играл я с Лехой. Да? И это для меня это спорт. Для меня это нормально. Для меня это конкуренция. И уж в такой ситуации сейчас сказать... Знаете, сейчас Сигарев подъедет, сыграет. А через два года на чемпионате мира он опять, может, подъедет. Так что ты давай иди. Тренируйся. Его Вась переведил. Его Вась переведил. Черкните, звякнем? Сейчас звякнем, сейчас переубедим. Скажем, Игоряша, бросай ты эти Мальдивы. Давай, тут страна в опасности. Поэтому все честно, все по-спортивному и правильно. Я вас переубедил? Да. Красивая точка.